НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ ВИЙ Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, Что ты во цвете лет своих, Не дожив положенного века, На печаль и горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, Что не знаю того, кто был, Лютый враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, Кто мог подумать только оскорбить тебя, Или хоть сказал бы что-нибудь неприятное о тебе, То, клянусь Богом, Не увидел бы он больше своих детей, Если только он так же стар, как и я, Не своего отца и матери, Если он еще на паре лет, И тело его было бы выброшено на съедение птицам И зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, Моя перепеличка, моя ясочка, Что проживу я остальной век свой Без потехи, Утирая полою дробные слезы, Текущие из старых очей моих, Тогда как враг мой Будет веселиться И втайне посмеиваться Над хилым старцем. Он остановился, И причиною этого была Разрывающая горесть, Разрешившаяся целым потопом слез. Философ был тронут Такою безутешной печалью. Он закашлял И издал глухое кряхтенье, Желая очистить им Немного свой голос. Сотник оборотился И указал ему место В головах умершей Перед небольшим налоем, На котором лежали книги. Три ночи как-нибудь отработаю, Подумал философ, Зато пан набьет мне Оба кармана Чистыми червонцами. Он приблизился И еще раз откашлившись, Принялся читать, Не обращая никакого внимания На сторону И не решаясь взглянуть В лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, Что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, Чтобы взглянуть на умершую. И трепет пробежал по его жилам. Пред ним лежала красавица, Какая когда-либо бывала на земле. Казалось, Никогда еще черты лица Не были образованы В такой резкой И вместе Гармонической красоте. Она лежала, Как живая, Чело прекрасное, Нежное, как снег, Как серебро, Казалось, Мыслила. Брови, Ночь среди солнечного дня, Тонкие, Ровные, Горделиво приподнялись Над закрытыми глазами, А ресницы, Упавшие стрелами на щеки, Плавшие жаром Тайных желаний, Уста, Рубины, Готовые Усмехнуться. Но в них же, В тех же самых чертах, Он видел что-то страшно Пронзительное. Он чувствовал, Что душа его Начинала как-то болезненно ныть, Как будто бы вдруг Среди вихря веселья И закружившейся толпы Запел кто-нибудь песню Об угнетенном народе. Рубины уст ее, Казалось, Прикипали кровью К самому сердцу. Вдруг что-то Страшно знакомое Показалось В лице ее. «Ведьма!» Скрикнул он Не своим голосом, Отвел глаза в сторону, Побледнел весь И стал читать Свои молитвы. Это была Та самая Ведьма, Которую Убил Он. Когда солнце Стало Садиться, Мертвую Понесли В церикой. Философ Одним плечом Своим Поддерживал Черный Траурный Гроб И чувствовал На плече Своем Что-то Холодное, Как Лед. Сотник Сам Шел Впереди, Неся Рукою Правую Сторону Тесного Дома Умершей. Церковь Деревянная, Почерневшая, Убранная Зеленым Мохом С тремя Конусообразными Куполами, Уныло Стояла Почти На краю Села. Заметно Было, Что в ней Давно Уже Не Отправлялось Никакого Служения. Свечи Были Зажжены Почти Перед Каждым Образом. Гроб Поставили Посередине Против Самого Алтаря. Старый Сотник Поцеловал Еще раз Умершую, Повергнулся Ниц И Вышел Вместе С носильщиками Вон Дав Повеление Хорошенько Накормить Философа И После Ужина Проводить Его В Церковь. Пришедши В кухню Все Несшие Гроб Начали Прикладывать Руки К Печке, Что Обыкновенно Делают Малороссияне, Увидевши Мертвеца. Голод, Который В это Время Начал Чувствовать Философ, Заставил Его На Несколько Минут Позабыть Вовсе Об Умершей. Скоро Вся Дворня Мало Помалу Начала Сходиться Кухня. Кухня В Сотниковском Доме Была Что-то Похожее На Клуб, Куда Стекалось Все, Что Не Обитало Во Дворе, Считая В это Число И Собак, Приходивших И Машущих Хвостами К Самым Дверям За Костями И Помоями. Куда Бы Кто Ни Был Посылаем И По Какой Бо Ни Было Надобности Он Всегда Прежде Заходил На Кухню, Чтоб Отдохнуть Хоть Минуту На Лавке И Выкурить Люльку. Все Холостяки, Жившие В Доме, Щеголявшие В Казацких Свитках, Лежали Здесь Почти Целый День На Лавке, Под Лавкою, На Печке, Одним Словом, Где Только Можно Было Сыскать Удобное Место Для Лежания. Притом Всякий Вечно Позабывал В Кухне Или Шапку Или Кнут Для Чужих Собак Или Что-нибудь Подобное. Но Самое Многочисленное Собрание Бывало Во Время Ужина, Когда Приходил И Табунщик, Успевший Загнать Своих Лошадей В Загон, И Погонщик, Приводивший Коров Для Дойки, И Все Те, Которые В Течение Дня Нельзя Было Увидеть. За Ужином Болтовня Овладевала Самыми Неговорливыми Языками. Тут Обыкновенно Говорилось Обо Все И О том, Кто Пошил Себе Новые Шаровары, И Что Находится Внутри Земли, И Кто Видел Волка. Тут Было Множество Бонматистов, В Которых Между Малырсианами Нет Недостатка. Философ Уселся Вместе С Другими В Обширный Кружок На Вольном Воздухе Перед Порогом Кухни. Скоро Баба В Красном Очипке Высунулась Из Дверей, Держа В Обеих Руках Горячий Горшок С Галушками И Поставила Его Посреди Готовившихся Ужинать. Каждый Вынул Уз Кармана Свою Деревянную Ложку Иные За Неимением Деревянную Спичку. Как Только Уста Стали Двигаться Немного Медленнее И Волчий Голод Всего Этого Собрания Немного Утишился, Многие Начали Заговаривать. Разговор Натурально Должен Был Обратиться Кумершей. Правда Ли, Сказал Один Молодой Овчар, Который Насадил На Свою Кожаную Перевесь Для Люльки Столько Пуговиц И Медных Блях, Что Был Похож На Лавку Мелкой Торговки, Правда Ли, Что Панночка Не Тем, Будь Помянута, Зналась С Нечистым. Кто? Панночка? Сказал Дорож Уже Знакомый Прежде Нашему Философу. Да Она Была Целая Ведьма. Я Присягну, Что Ведьма. Полно, Полно, Дорож, Сказал Другой, Который Во Время Дороги Изъявлял Большую Готовность Утешать. Это Не Наше Дело. Бог С Нем. Нечего Об этом Толковать. Но Дорож Вовсе Не Был Расположен Молчать. Он Только Что Перед Тем Сходил В погреб Вместе С Ключником По Какому-то Нужному Делу И Наклонившись Раза Два К Двум Или Трем Бочкам Вышел Оттуда Чрезвычайно Веселый И Говорил Безумолку. Что Ты Хочешь? Чтоб Я Молчал Сказал Он Да Она На Мне Самом Ездила Ей Богу Ездила А Что Тедько Сказал Молодой Овчар С Пуговицами Можно Ли Узнать По Каким Нибудь Приметам Ведьму Нельзя Отвечал Дорож Никак Не Узнаешь Хоть Все Псалтыри Перечитай То Не Узнаешь Можно Можно Дорож Не Говори Этого Произнес Прежний Утешитель Уже Бог Недаром Дал Всякому Особой Обычай Люди Знающие Науку Говорят Что У Ведьмы Есть Маленький Хвостик Когда Стара Баба То И Ведьма Сказал Хладнокровно Седой Казак О Уж Хороши Вы Подхватила Баба Которая Подливала В то Время Свежих Галушек В очистившийся Горшок Настоящие Толстые Кабаны Старый Казак Которого Имя Было Явтух А Прозвание Ковтун Выразил На губах Своих Улыбку Удовольствия Заметив Что Слова Его Задели За живое Старуху А Погонщик Скотины Пустил Такой Густой Смех Как Будто Бы Два Быка Ставшие Один Против Другого Замычали Разом Начавшийся Разговор Возбудил Непреодолимое Желание И любопытство Философа Узнать Обстоятельнее Про Умершую Сотникову Дочь И потому Желая Опять Навести Его На прежнюю Материю Обратился К соседу Своему С такими Словами Я Хотел Спросить Почему Все Это Сословие Что Сидит За Ужином Считает Панночку Ведьмою Что Ж Разве Она Кому Нибудь Причинила Зло Или Извела Кого Нибудь Было Вся Кого Отвечал Один Из Сидевших С Лицом Гладким Чрезвычайно Похожим На Лопату А Кто Не Помнит Псаря Микиту Или Того А Что Ж Такое Псарь Микита Сказал Философ Стой Я Расскажу Про Псаря Микиту Сказал Дорож Я Расскажу Про Микиту Отвечал Добунчик Потому Что Он Был Мой Кум Я Расскажу Про Микиту Сказал Спирит Пускай Пускай Спирит Расскажет Закричала Толпа Спирит Начал Ты Пан Философ Хама Не Знал Микиты Эк Какой Редкий Был Человек Собаку Каждую Он Бывало Так Знает Как Родного Отца Теперешний Псарь Микола Что Сидит Третьим За Мною И В Подметке Ему Не Годится Хотя Он Тоже Разумеет Свое Дело Но Он Против Него Дрянь Помой Ты Хорошо Рассказываешь Хорошо Сказал Дорож Одобрительно Кивнув Головою Спирит Продолжал Зайца Увидит Скорее Чем Табак Утрешь Износу Бывало Свистнет А ну Разбой А ну Быстрая А сам На коня Вовсю Прыть И уже Рассказать Нельзя Кто Кого Скорее Обгонит Он Ли Собаку Или Собака Его Сивухи Кварту Свистнет Вдруг Как Бы Небывало Славный Был Псарь Только С Недавнего Времени Начал Он Заглядываться Беспрестанно На панночку Вклепался Ли он Точно В нее Или Уже Она Так Его Околдовала Только Пропал Человек Обабился Совсем Сделался Черт Знает Что Фу Непристойно И сказать Хорошо Сказал Дорош Как Только Панночка Бывало Взглянет На него То И повода Из рук Пускает Разбоя Зовет Бровком Спотыкается И не Весь Что Делает Один Раз Панночка Пришла На Конюшню Где Он Чистил Коня Дай Говорит Микитка Я Положу На тебя Свою Ножку А он Дурень И рад Тому Говорит Что Не Только Ножку Но И Сама Садись На Меня Панночка Подняла Свою Ножку И Как Увидел Он Ее Ногую Полную И Белую Ножку То Говорит Чара Так И Ошеломила Его Он Дурень Нагнул Спину И Схвативши Обеими Руками За Ноги Ее Ножки Пошел Скакать Как Конь По Всему Полю И Куда Они Ездили Он Ничего Не Мог Сказать Только Воротился Едва Живой Из той Поры И Сохнул Весь Как Щепка И Когда Раз Пришли На Конюшню То Вместо Его Лежала Только Куча Золы Да Пустое Ведро Сгорел Совсем Сгорел Сам Собою А Такой Был Псарь Какого На Всем Свете Не Можно Найти Когда Спирит Окончил Рассказ Свой Со Всех Сторон Пошли Толки О Достоинствах Бывшего Псаря А Про Шепчиху Ты Не Слыхал Сказал Дорош Обращаясь К Хаме Нет Э Э Так У Вас В Бурсе Видно Не Слишком Большому Разуму Учат Ну Слушай У Нас Есть На Селе Казак Шептун Хороший Казак Он Любит Иногда Украсть И Соврать Без Всякой Нужды Но Хороший Казак Его Хата Не Так Далеко Отсюда В Такую Самую Пору Как Мы Теперь Сели Вечерять Шептун С Жинкою Окончивший Вечерю Легли Спать И Так Как Время Было Хорошее То Шепчиха Легла На Дворе А Шептун В Хате На Лавке Э Или Нет Шепчиха В Хате На Лавке А Шептун На Дворе И Не На Лавке А На Полу Легла Шептиха Подхватила Баба Стоя У Порога И Подперш Рукою Щеку Дорош Поглядел На Нее Потом Поглядел Вниз Потом Опять На Нее И Немного Помолчав Сказал Дитя Панночка Начала Пить Кинулась На Нее И Начала Глупую Бабу Кусать Уже Шептун По Утру Вытащил Оттуда Свою Женку Всю Искусанную И Посиневшую А На Другой День И Умерла Глупая Баба Так Вот Какие Устройства И Обольщения Бывают Оно Хоть И Панского Помету Да Все Когда Ведьма То Ведьма После Такого Рассказа Дорош Самодовольно Оглянулся И Засунул Палец В Свою Трубку Приготовляя Ее К Набивке Табаком Материя О Ведьме Сделалось Неисчерпаемою Каждый В свою Очередь Спешил Что-нибудь Рассказать К тому Ведьма В виде Скирды Сена Приехала К самым Дверям Хаты У Другого Украла Шапку Или Трубку У Многих Девок На селе Отрезала Косу У других Выпила По Несколько Ведер Крови Наконец Вся Компания Опомнилась И увидела Что заболталась Уже Чересчур Потому что Уже На дворе Была Совершенная Ночь Все Начали Разбродиться По Ночлегам Находившимся Или На кухне Или В сараях Или Среди Двора А ну Пан Хама Теперь Нам Пора Ити К Покойнице Сказал Седой Казак Обратившись К Философу И Все Четверо В том Числе Спирит И Дорож Отправились В церковь Стягая Кнутами Собак Которых На улице Было Великое Множество И Которые Со злости Грызли Их Палки Философ Несмотря На то Что Успел Подкрепить Себя Добрую Кружкою Горелки Чувствовал Втайне Подступавшую Робость По мере Того Как Они Приближались К Освещенной Церкви Рассказы И Странные Истории Слышанные Им Помогали Еще Более Действовать Его Воображению Мрак Под Тыном И Деревьями Начинал Редеть Место Становилось Обнажение Они Вступили Наконец За ветхую Церковную Ограду В Небольшой Дворик За Которым Не Было Ни Деревца И Открывалось Одно Пустое Поле Да Поглощенные Ночным Мраком Луга Три Казака Взошли Вместе С Хамою По Крутой Лестнице На Крыльцо И Вступили В Церковь Здесь Они Оставили Философа Пожелав Ему Благополучно Отправить Свою Обязанность И Заперли За ним Дверь По Приказанию Пана Философ Остался Один Сначала Он Зевнул Потом Потянулся Потом Фукнул В обе Руки И Наконец Уже Обсмотрелся Посредине Стоял Черный Гроб Свечи Теплились Предтемными Образами Свет От них Освещал Только Иконостас И Слегка Середину Церкви Отдаленные Углы Притвора Были Закутаны Мраком Высокий Старинный Иконостас Уже Показывал Глубокую Ветхость Сквозная Резьба Его Покрытая Золотом Еще Блестела Одними Только Искрами Позолота В одном Месте Опала В другом Вовсе Почернела Лики Святых Совершенно Потемневшие Глядели Как-то Мрачно И Философ Еще Раз Обсмотрелся Что Ж Сказал Он Чего Тут Бояться Человек Прийти Сюда Не Может А От Мертвецов И Выходцев Из Того Света Есть У Меня Молитвы Такие Что Как Прочитаю То Они Меня И Пальцем Не Тронут Ничего Повторил Он Махнув Рукою Будем Читать Подходя К Крылосу Увидел Он Несколько Связок Свечей Это Хорошо Подумал Философ Нужно Осветить Всю Церковь Так Чтобы Видно Было Как Днем Эх Жаль Что Во Храме Божьем Не Можно Люльки Выкурить И Он Принялся Прилепливать Восковые Свечи Ко Всем Карнизам Налоем И Образам Не Жалея Их Немало И Скоро Вся Церковь Наполнилась Светом Вверху Только Мрак Сделался Как Будто Сильнее И Мрачные Образа Глядели Угрюмей Из Старинных Резных Рам Кое-где Сверкавших По Золотой Он Подошел Ко Гробу С Робостью Посмотрел В Лицо Умерший И Не Мог Не Зажмурить Несколько Вздрогнувший Своих Глаз Такая Страшная Сверкающая Красота Он Он Отворотился И Хотел Отойти Но По Странному Любопытству По Странному Поперечивающему Себе Чувству Не Оставляющему Человека Особенно Во Время Страха Он Не Утерпел Уходя Не Взглянуть На Нее И Потом Ощутивши Тот же Трепет Взглянул Еще Раз В Самом Деле Резкая Красота Сопшей Казалась Страшною Может быть Даже Она Не Поразила Бы Таким Паническим Ужасом Если Бы Была Несколько Безобразнее Но В ее Чертах Ничего Не Было Тусклого Мутного Умершего Оно Было Живо И Философу Казалось Как Будто Бы Она Глядит На Него Закрытыми Глазами Ему Даже Показалось Как Будто Из-под Ресницы Правого Глаза Ее Покатилась Слеза И Когда Она Остановилась На Щеке То Он Различил Ясно Что Это Была Капля Крови Он Поспешно Отошел К Крылосу Развернул Книгу И Чтобы Более Ободрить Себя Начал Читать Самым Громким Голосом Голос Его Поразил Церковные Деревянные Стены Давно Молчаливые И Оглохлые Однако Без Эхо Сыпался Он Густым Басом В Совершенно Мертвой Тишине И Казался Несколько Диким Даже Самому Чтецу Чего Бояться Думал Он Между тем Сам Про Себя Ведь Она Не Встанет Из Своего Гроба Потому Что Побоится Божьего Слова Пусть Лежит Да И Что Я За Казак Когда Устрашился Ну Выпил Лишнего Оттого И Показывается Страшно А Понюхать Табаку Эх Добрый Табак Славный Табак Хороший Табак Однако же Перелистывая Каждую Страницу Он Посматривал Искоса На Гроб И Невольное Чувство Казалось Шептало Ему Вот Вот Встанет Вот Поднимется Вот Выглянет Из Гроба Но Тишина Была Мертвая Гроб Стоял Неподвижно Свечи Лили Целый Потоп Света Страшно Освещенная Церковь Ночью С Мертвым Телом И Без Души Людей Возвыся Голос Он Начал Петь На Разные Голоса Желая Заглушить Остатки Боязни Но Через Каждую Минуту Обращал Глаза Свои На Гроб Как будто Бы Задавая Невольный Вопрос Что Если Поднимется Если Встанет Она Но Гроб Не Шелохнулся Хоть Бы Какой Нибудь Звук Какое Нибудь Живое Существо Даже Сверчок Отозвался В углу Чуть Только Слышался Легкий Треск Какой Нибудь Отдаленной Свечки Или Слабый Слегка Хлопнувший Звук Восковой Капли Падавший На Пол Ну Если Поднимется Она Приподняла Голову Он Дико Взглянул И Протер Глаза Но Она Точно Уже Не Лежит А Сидит В Своем Гробе Он Отвел Глаза Свои И Опять С ужасом Обратил На Гроб Она Встала Идет По церкви Закрытыми Глазами Беспрестанно Расправляя Руки Как бы Желая Поймать Кого Нибудь Она Идет Прямо К нему В страхе Очертил Он Около Себя Круг С усилием Начал Читать Молитвы И Произносить Заклинания Которым Научил Его Один Монах Видевший Всю Жизнь Свою Ведьм И Нечистых Духов Она Стала Почти На Самой Черте Но Видно Было Что Не Имело Сил Переступить Ее И Вся Посинела Как Человек Уже Несколько Дней Умерший Ком А не Имел Духа Взглянуть На Нее Она Была Страшна Она Ударила Зубами В Зубы И Открыла Мертвые Глаза Свои Но Не Видя Ничего С Бешенством Что Выразило Ее Задрожавшее Лицо Обратилась В Другую Сторону И Распростерша Руки Обхватывала Ими Каждый Столб И Угол Стараясь Поймать Хому Наконец Остановилась Погрозив Пальцем И Легла В Свой Гроб Философ Все Еще Не Мог Прийти В Себя И Со Страхом Поглядывал На Это Тесное Жилище Ведьмы Наконец Гроб Вдруг Сорвался С Своего Места И Со Свистом Начал Летать По Всей Церкви Крестя Во Всех Направлениях Воздух Философ Видел Его Почти Над Головою Но Вместе С тем Видел Что Он Не Мог Зацепить Круга Им Очерченного И Усилил Свои Заклинания Гроб Грянулся На Средину Церкви И Остался Неподвижным Труп Опять Поднялся Из Него Синий Позеленевший Но В То Время Послышался Отдаленный Крик Петуха Труп Опустился В Гроб И Захлопнулся Гробовою Крышкою Сердце У Философа Билось И Подкатился Градом Но Ободренный Петушьим Криком Он Дочитывал Быстрее Листы Которые Должен Был Прочесть Прежде При Первой Заре Пришли Сменить Его Дьячок И Седой Евтух Который На тот Раз Отправлял Должность Церковного Старосты Пришедший На Отдаленный Ночлег Философ Долго Не мог Заснуть Но Усталость Одолела И Он Проспал До Обеда Когда Он Проснулся Все Ночное Событие Казалось Ему Происходившим Во сне Ему Дали Для Подкрепления Сил Кварту Горелки За Обедом Он Скоро Развязался Присо Присоу Купил Кое К чему Замечание И Съел Почти Один Довольно Старого Поросенка Но Однак Же О Своем Событие В Церкви Он Не Решился Говорить По Какому-то Безотчетному Для него Самого Чувству И На Вопросы Любопытных Отвечал Да Были Всякие Чудеса Философ Был Одним Из Числа Тех Людей Которых Если Накормят То У них Пробуждается Необыкновенная Филантропия Он Лежа С Своей Трубкой В Зубах Глядел На Всех Необыкновенно Сладкими Глазами И Беспрерывно Поплевывал В Сторону После Обеда Философ Был Совершенно В Духе Он Успел Обходить Все Селение Перезнакомиться Почти Со Всеми Из Двух Хат Его Даже Выгнали Одна Смазливая Молотка Хватила Его Порядочно Лопатой По Спине Когда Он Вздумал Было Пощупать И Полюбопытствовать Из какой Матери У нее Была Сорочка И Плахта Но Чем Более Время Близилось К Вечеру Тем Задумчивее Становился Философ За Час За час До Ужина Вся Почти Дворня Собиралась Играть В Кашу Или В Крагли Рот Кегли Где Вместо Шаров Употребляются Длинные Палки И Выигравший Имел Право Проезжаться На Другом Верхом Эта Игра Становилась Очень Интересную Для Зрителей Часто Погонщик Широкий Как Блин Влезал Верхом На Свиного Пастуха Щедушного Низенького Всего Состоящего Из Морщин В Другой Раз Погонщик Подставлял Свою Спину И Дорож Вскочивши На Нее Всегда Говорил Эки Здоровый Бык У Порога Кухни Сидели Те Которые Были Посолиднее Они Глядели Чрезвычайно Сурьезно Куря Люльки Даже И Тогда Когда Молодежь От души Смеялась Какому Нибудь Острому Слову Погонщика Или Спирида Куря 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 Куря